Минздрав порекомендовал жителям России провести ближайшие выходные дома в связи с увеличением числа заболевших COVID-19. Походы в гости и пользование общественным транспортом лучше отложить. А при выходе на улицу нужно не забыть про медицинскую маску и социальную дистанцию. Наш корреспондент выяснила, останутся ли жители областной столицы в эти выходные дома. Мы дома. Домашние дела. Дачные дела закончились, начались домашние. То есть дома не особо никуда нет? Нет, 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 да и страшно. Вот ходим только по делам. Да, дома. Останетесь дома, да? Ну не потому что так надо, а просто так получается. Правильно, дома надо действительно просто, вот народ сколько ходит, без маски даже вот так вот. Ну если мы хотим побороть пандемию, надо жестко по-военному относиться. Ну гулять буду однозначно. Может быть скопление людей не буду посещать, людные места, но гулять буду, все равно дома сидеть не буду. Сейчас многие жители Твери посещают торговые центры и магазины, а также пользуясь общественным транспортом, не считают нужным использовать маски. Однако за последнюю неделю по данным оперативного штаба по распространению COVID-19 наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по области. Эксперты связывают эту ситуацию с потерей бдительности жителей, которые зачастую пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Регистрируются и привозные случаи, так и случаи внутри региона. В первую очередь это связано с тем, что население, к сожалению, не соблюдает, то есть потеряли бдительность, меры предосторожности. Мы это наблюдаем, в частности, в общественном транспорте, когда видим, как в прямом и переносном смысле люди друг на друга чихают, не соблюдают масочный режим. Напомним, что с 12 октября на территории Тверской области вводится масочный режим. В местах массового скопления людей, в том числе при посещении торговых центров и общественного транспорта. Об этом сообщил глава региона в прямом эфире телеканала «Россия-24». До понедельника остается совсем немного времени, поэтому наша съемочная группа выяснила, знают ли жители Твери о нововведениях в их жизни. Знаю, знаю, все слышала, знаю, маски здесь, все есть. Да, знаем. А как вы будете соблюдать, считаете, необходимое? Обязательно, обязательно, конечно. Даже если бы не было коронавируса, я бы сохранила эти меры на будущее. Нет, мало рекламируют это дело. Не знали, да? Не, ну я крайне муху где-то слышал, но конкретно-то нет. Да, что такое слышал? И что, если необходимо, это меры? Да, а куда же денешься-то, а? Маска – средство защиты барьерного типа. Она помогает защитить организм от возбудителей ОРВИ и других респираторных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. При этом важно помнить, как правильно ее использовать. Через 2-3 часа маску надо менять. В домашних условиях использованное средство индивидуальной защиты необходимо поместить в отдельный пакет. Герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. В большей степени эффективными являются меры не специфической профилактики, а именно использование индивидуальной медицинской маски, защитной, соблюдение правил личной гигиены, обработка рук, особенно в условиях массового скопления людей, при посещении магазинов, торговых центров, в общественном транспорте. Нужно помнить и соблюдать эти простые правила профилактики. Поэтому в сложившихся непростых условиях пандемии коронавируса специалисты рекомендуют соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь себя, своих близких и окружающих людей от возможного риска заражения COVID-19. А с теми, кто пренебрегает этими нехитрыми правилами, сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области будут проводить профилактические беседы. Так, начиная со следующей недели, ведомство организует рейды по общественным местам. Планируется, что во всех мероприятиях примет участие наша съемочная группа. О результатах совместной работы сообщим в ближайшем выпуске новостей.